О, вот это Миша из Чёрной Розы, я не снимаю рекламу. И я вообще на эту тему, честно говоря, ни с кем не разговариваю. И людям показали, какой должна быть жизнь. О чём говорят лозунги, о чём говорят кино, куда ведёт партия. То есть ради чего побеждали? То, что было как бы только в кино, это стало реальностью. Друзья, здравствуйте! Как всегда, вы на канале Историческое Чтиво. Сегодня у меня необыкновенный гость. Для того, чтобы понять, кто передо мной сидит, я рекомендую вам поставить это видео на паузу. Сходить в музей на выставку данного художника. Либо же это сделать уже после видео. Но обязательно её посетить. Выставка пройдёт до 14 мая. Так что вы все успеете насладиться, посмотреть и оценить по достоинству творчества этого художника. Сегодня у меня в гостях фотохудожник Михаил Розанов. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришли. Мы по традиции начинаем вот с чего. Как человек пришёл в свою профессию? Насколько я успел изучить вашу биографию, вы творческим были с детства. И у вас был дебют в кино у известного нашего режиссёра Соловьёва. Да. И вот вас это... Ну, это единственный ваш фильм. Вас это не затянуло тогда? Нет, вообще нет. То есть я снялся в кино и, честно говоря, как-то забыл про это. И я вообще на эту тему, честно говоря, ни с кем не разговариваю. Потому что уже столько лет прошло. То есть я совершенно от этого не открещиваюсь. Это было замечательно и очень интересно. Но я... Как объяснить, я когда был молодым, мне было лет 18, а я снялся, мне было лет 15-16. Это было дико популярное кино, и меня все воспринимали. О, вот это Миша из Чёрной Розы. Ну, вот эта вся история. То есть мне было сначала это очень приятно, а потом неприятно, когда на тебе всё время висит вот это вот Миша из Чёрной Розы. И я когда там с кем-то уже дальше знакомился или что-то, я всегда не говорил об этом. Потому что я всегда как-то хотел быть, ну, сам по себе. Ну, то есть, несмотря на то, что вот как бы был звёздный состав, вас в киноиндустрии не привлекла, да? И вы решили. Ну, я из семьи кинематографистов, потому что у меня отец работал очень много на «Массфильме», мама работала на «Массфильме» и в театре Ленинского комсомола. И я это просто с детства всё видел, поэтому я как бы не ко мне. А как вы решили пойти вот на... И, насколько я знаю, да, вы закончили исторический факультет МГУ? Я не закончил. Я учился, проучился четыре года, и я ушёл. Потому что мне совсем перестало быть интересным то, что там происходило. А к тому времени у меня появились знакомые художники очень хорошие, ну, то, что называется, ну, современные. Вот, и я познакомился в Петербурге с представителями новой академии, там, с Тимуром Новиковым, Владиком Монро. Это были мои очень хорошие друзья, такие старшие. И это мне, честно говоря, вот эта жизнь была гораздо интереснее, ну, вот, чем университетская студенческая. И я с радостью в неё окунулся и ушёл. Насколько я понимаю, вы дебютировали в 1995 году, да? Вы имеете в виду выставку? Да, выставка вот первая была. Или была раньше? Нет, по-моему, я участвовал первый раз в какой-то групповой выставке. Это было в году, наверное, в 93-м. Но я сейчас, честно говоря, не буду врать, я просто не помню. Я помню точно, что в 95-м у меня была персональная выставка в новой академии. Вот у помянутого Тимура Новикова. А как вы определили, что вот вместо, скажем так, мольберта, холста, кистей в ваших руках будет фотоаппарат? И вы будете творить вот именно с помощью него? Методом проб. На самом деле я пытался научиться рисовать, но мне так это всё меньше нравилось, чем фотографировать. И я одно время пытался снимать видео. И так получилось, что у меня украли видеокамеру. И у меня осталась фотокамера. То есть всё само собой решилось. То есть, так скажем, свыше, да? Божественное вмешательство. С чего начинался путь? То есть вот когда архитектура, вы сразу приняли решение для себя снимать именно вот архитектурный стиль? Или вот с интерьеров вы начинали? Нет, вообще не с интерьеров. Я снимал то, что называется городские зарисовки. Ну вот это самое первое, что было. Даже мне вот стыдно вспоминать, поэтому, честно говоря, тоже. Даже я всю эту историю не то, что не рассказываю, но и не показываю. Более того, у меня нету даже этих архивов. Потому что я не хочу, чтобы видели то, с чего я начинал. Потому что это такой детский сад, что просто мне прям как-то неудобно. Но я снимал всё в цвете. Потому что я тогда считал, что мир цветной. И я хочу показывать таким, какой он есть. То есть, ну вот это вся детская история совершенно. Я снимал какие-то городские виды. Я снимал какие-то там заброшенные дворы, заброшенные дома. Вот. И на тот момент у меня была замечательная девушка совершенно, с которой мы вместе жили. И она была из очень художественной семьи. Вот. И я общался с её друзьями-художниками. И там мы с ней очень много ходили. И она мне показывала, ну, такую Москву, которую я раньше не знал. То есть, именно заброшенные совсем какие-то вот в центре здания, куда я как-то мне в голову не приходило заходить. Ну, там, ну, вот такое. Вот. И мы с ней очень много ходили. И я вот снимал. У меня был какой-то фотоаппарат, то, что называется, мыльница. Ну, такие совсем, знаете, которые автоматически там на плёнку что-то снималось. Ну, так вот было. Но это я вам рассказываю, знаете, про 92-й год, наверное. Ну, то есть, такие, там, 93-й. На одной из ваших лекций, особенно последней, я слышал, что вы совсем, ну, относительно недавно только стали, как вы выразились, свободным человеком в плане творчества. То есть, творить, независимо от кого. Вы вот долго к этому шли, да? И теперь вы сами определяете то, чем вам заниматься. Нет, я понял, о чём вы говорите. В плане творчества я всегда был свободный, то есть, мне никто ничего не говорил. Я имел в виду в плане работы. Дело в том, что, как бы, так получается, что я делаю, ну, скажем так, коммерческие съёмки проекта. Но эти коммерческие проекты, они очень сильно отличаются от обычных коммерческих проектов, от рекламы. Я не снимаю рекламу, я делаю спецпроект. Спецпроект — это выставка или книга. То есть, ну, допустим, я снимал альбом для «Газпрома» о том, как строится Лахта-центр. Снимал совместно с Владимиром Фридкисом и Юрием Польменным. Это известнейшие фотографы, ну, такие отцы, современные фотографии, скажем так. Так, там, я снимал для Пушкинского музея вот в прошлом году спецпроект «Волхонка-12» называется «К стадестилетию музея». То есть, я к тому, что раньше, когда я вот начинал вот такую историю, ну, как бы по спецпроектам большим, то мне говорили, что вот мы бы хотели, чтобы это было снято так вот. То есть, мне как бы показывали некий вектор, по которому заказчик хотел бы, чтобы я работал. Некое ТЗ, скажем, да? Ну, условно, да. Как бы, вот. И сейчас вообще этого нет. То есть, просто, как бы, меня приглашают снимать, если. Мне вообще никто ничего не говорит. То есть, я снимаю так, я считаю, нужно. Потому что, если меня позвали, значит, позвали меня и понимают, что будет. Раньше, когда я снимал рекламу, это было, скажу, ну, очень давно. Я перестал снимать рекламу. Я даже не помню, когда. Ну, прям реально очень давно. Тогда меня вот это всё, я перестал снимать именно из-за того, что все время диктовали, что говорить. А вот для себя вы помните, когда произошёл переломный момент, когда вы сами себе сказали, что вот, ну, вот, я, да, я бренд, я прихожу именно, ну, и я диктую здесь политику. Вот когда вы к этому, сколько это заняло времени от того, скажем, парня с мыльницей, да, который там снимал «Цветной мир» и к такому профессионалу. Ну, реально, кто, я вот был на Выскове. Мне, кстати, вас открыла жена. Да, она в Инстаграме увидела, и это как раз была ВДНХ, Высковка, о чём мы с вами поговорим, это очень вообще интересно. И реально, я сразу поразился. Как бы я человек далёкий, вот, немножко от этого, от искусства, от архитектуры, но вы, вот, глядя на ваше творчество, притягивает. Хочется окунуться, посмотреть, почему, как, вот, особенно последним модернизмом, о чём мы сегодня тоже поговорим, то есть, как заявлено, написано, что Михаил призывает найти возвышенное в повседневном, да, то есть, замыленное, вот, когда люди не обращают внимания, в потоке суеты проходит. Ну, это красивая фраза такая. Ну, да, да. Вы знаете, мне понадобилось много времени, я думаю, как и каждому, и вообще там, я просто сразу знал, что я хочу заниматься вот художественной фотографией и стать художником, не просто фотохудожником, а именно художником, который работает в технике фотография, то есть, это очень пафосно, но я вот с самого начала знал, что я хочу вот так, то есть, там, с 20 лет. Я начал, ну, снимать, так, нормально лет в 22-23, то есть, я уже более-менее, ну, отошёл от этого детского совсем видения, знаете, вот эти веточки на фоне стен, то есть, ну, вот этого, нет, всё, это я перестал, слава богу. Вот, и начал снимать в Петербурге, и, опять же, мне очень повезло, что я на своём пути жизненном встретил вот замечательных художников, повторю, типа, там, вот того же, они, к сожалению, уже умерли все, то есть, это вот Тимур, там, Георгий, Григориянов, Владик Манро, там, Виктор Петрович Тузов, это я говорю про вот золотой состав новой академии изящных искусств в Петербурге, и там была декларирована такая любовь к истории, любовь к классическому искусству, любовь к античности, а на самом деле она была, ну, как бы, довольно, ну, как бы, скажем, на фоне такой вот моды, ну, как бы, это такие, в общем, были люди-модники, ну, вот, такие стилеобразующие единицы, но они ушли вот в ту сторону, именно вот такая, как бы, традиция, античность, история. Мне это, как бы, очень было близко, вообще, по духу своему, и если они к этому относились так, ну, несколько, как бы, играючи, будучи очень образованными людьми, зная там очень много всего по истории искусств, того, чего я ещё не знал, как бы, это потом я уже там стал всё это изучать, вот, то потом возникло в недрах новой академии на такое направление, оно называлось «Новые серьёзные», куда меня сразу немедленно определили, записали, потому что у меня всегда был очень такой серьёзный подход к этому делу. Формирование меня, как творческой единицы, ну, происходило, собственно, в беседах бесконечных, как бы, вот, со старшими товарищами. Это было очень здорово, потому что это было, ну, нас было, наверное, человек 10, вот, ну, моих ровесников, а они были старше. Ну, как старше, им было лет, там, по 30, например, с чем-то, а нам, там, 20 с чем-то, то есть там разница была такая, честно говоря, не сильно большая, ну, вот, там, 10-15 лет, вот, но они были к тому времени уже очень известные, ну, как бы, современные художниками, там, с десятками выставок, там, в Советском Союзе, в России, за границей, как бы, там, в Европе, там, в Америке особенно, это «Красная волна», они же все были ещё с этим ленинградским рок-клубом связаны, Гуриядов, это барабанщик группы кино был, Тимур был стилист группы кино-художник, то есть это такая, ну, как бы, очень модная была, как бы, тусовка компания, да, вот, и, ну, в общем, вот, и, ну, конечно, мне это было очень приятно, потому что это были заброшенные, ну, здания, то, что называется, сквоты, вот, в Петербурге, вот, там происходило, вот, движение, вот, это всё, там, первые самые какие-то и техно-дискотеки, и всё это потом, ну, как бы, идём в Эрмитаж, ну, как бы, гулять, то есть, понимаете, такая вот красота вот это идёт, тем более в компании таких, ну, интереснейших людей, вот, и очень много я узнал, вот, из бесед с Тимуром, ну, вот, и у меня остался, например, вот, очень близкий друг Андрей Хлобыстин, это учёный-секретарь новой академии, которых я знаю, там, по 30 лет всех, ну, как бы, ну, и... Первый ваш, вот, с чего начинали, я так понимаю, вот, в съёмках архитектуры ваш, какой стиль был? С классицизмом или нет? Наверное, да, как бы, ну, не классицизма, потому что такого, ну, да, это классицизм, наверное, но его чистого уже просто очень мало осталось, как бы, я снимал в Петербурге, в Москве, но это такие были, ну, подубитое уже всё это было, честно говоря, как бы, ну, такое, как сказать, такой, ну, упадок, вот, но это было самое начало 90-х, и поэтому городом особо никто не занимался, и, ну, я снимал то, что было, вот. Я, кстати, как-то соскочил с вопроса, когда я почувствовал, что я стал, ну, как бы, вот это всё, я, честно говоря, просто отвлёкся на воспоминания, просто, да, да, я думаю, что мне лет 10 понадобилось на то, чтобы снимать самое разное, потому что я же не только архитектуру снимал, я тогда, вот, там, до 30-ти, я снимал и цветы разные, как-то, ну, натюрморты, там, и морские раковины, там, какие-то коллекции бабочек или стрекоз, то есть меня всё интересовало, вот, я вообще очень увлекался, вот, историей, ну, как бы, живописи, историей искусств, и, там, мне очень нравились, там, натюрморты малых голландцев, я разбирал эти натюрморты и снимал, как бы, это как фрагменты этих натюрмортов, то есть, ну, вот, такая вот у меня была история, и, вот, я участвовал в первой выставке в 96-м году, это было первое фото Бьеннале, которое делалось вообще, вот, в России, это Ольга Свиблова делала, называлась «Новый алфавит русской фотографии», и, вот, там, собственно, вот, с куратором нашей выставки, вот, то, что вы видели в Музее архитектуры, с Катерин Борисов, мы, вот, вместе участвовали, Катерина тогда ещё выступала, как молодой фотограф, ну, вот, и, в общем, разное самое я снимал, я к тому, что, и я только годам 30 понял, что я хочу снимать только архитектуру, вот, и именно чётко, осознанно, вот, не с этим вот взглядом, что, типа, там, вот, мир, в котором я живу, это всё неинтересно, вот, а именно с полным пониманием того, что ты снимаешь, почему ты снимаешь и зачем ты снимаешь, то есть, я могу ответить полностью за все вот эти серии, именно, то есть, с концептуальной, как бы, позиции, то есть, ничто не снимается просто так вот мною, то есть, у меня вообще нет ни случайных кадров, ни случайных серий, это всё заранее очень большая такая интеллектуальная идёт работа. Готовясь к этому интервью, думал, вот, фотограф, и в данном случае вы художник, и вы прекрасно в одном интервью объяснили, что я не гонюсь за случайным кадром, вот, как многие, да, вот, и потом премии присуждаются, вот, посмотрите, там, случайно, то есть, человек попал во время в какое-то, да, ну, вот, ему, скажем так, повезло, у вас же подход, вы говорите, я хочу сам управлять, я выставляю, я творю, я создаю эти кадры, то есть, мне не надо везения. Нет, у меня никакого везения нет, потому что, ну, как, ну, я могу рассказать просто, как я снимаю. Да, да, это очень интересно, вы в группе снимаете, у вас есть серии. Я снимаю всегда с помощником, вот, у меня есть, особенно, ну, я говорю про последние съемки, потому что сейчас я снимаю вообще только с программами разными, ну, допустим, вот, я выхожу на объект, прежде чем снимать, я его обхожу, включаю программы, которые показывают, под каким углом, в какое время, как бы, там падают тени, как светит солнце, и мы идем по объекту, по этим программам, то есть, я расписываю весь алгоритм нашего движения по локации, и снимается все на телефон. В телефоне сразу делается выпрямление, то есть, геометрия, делается цветокоррекция, переводится в черно-белое, потому что я в основном ЧБ снимаю, вот, и я уже просто понимаю, нужна мне эта точка, не нужна мне эта точка, то есть, сразу прописывается, как бы, и по свету, и по композиции, то есть, нужно, не нужно, вот, и все. Поэтому на следующий день, когда я прихожу снимать с камерой уже, то у меня нет брака, фактически, то есть, у меня нет лишних картинок, потому что я заранее уже все сделал, ну, как бы, вот, на телефон я провел всю подготовительную работу, ну, вот, и все понял, поэтому снимаю быстро, четко, и вот так вот. Ну, это такой очень холодный, ну, как бы, подход, но он, я считаю, самый правильный, потому что это, ну, он такой очень математический. То есть, он сокращает время постпродакшена, да, не приходится потом... Нет, 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 он сокращает, как бы, ты не мучаешься, когда ты снимаешь очень много, то у тебя очень много материала, из которого ты делаешь отбор, а тут у меня уже нет отбора, потому что я уже сразу иду, как бы, зная, куда, понимаете? То есть, я знаю, что надо снимать, там, туда, туда и туда, там, востока, там, и будет хорошо. Вот, а если я пойду и буду поливать, там, как бы, во все стороны снимая, то будет такое количество материала, что я задохнусь и в отборе, ну, вот, это просто будет тяжело, а так уже все сделано. По поводу, ну, сначала, да, как бы, все фотографии все-таки делаются в цвете, а потом переводится уже в черно-белое. Да, можно и сразу снимать в чебе, просто, ну, я снимаю в цвете, ну, я просто так привык. Ага. А я вот хочу понять, черно-белый, ну, вот, задал, такая, скажем, мысль в чем? В том, чтобы ничего не отвлекало от самой структуры, правильно? Никакого там цвета, то есть... Нет, ну, да, да, нет, в принципе, да, но мне очень нравится вот графичная составляющая в черно-белой фотографии, что это такая вот, знаете, линия, плоскость, свет вот в чистом, то есть как категория мышления уже идет, то есть это уже не описывает там предмет, а просто уже само по себе работает. Почему мне так вот, например, интересны все вещи, которые связаны с геометрической абстракцией и вот с тем же модернизмом, о котором мы там поговорим еще? Потому что это чистая форма, это то, что называлось раньше, ну, как бы формализм. Ну, вот, и еще формализм, у меня он такой очень минималистический, еще и геометрия, то есть, ну, вот, очень четко, строго и всего в несколько линий ты делаешь вот композицию. Но это если мы говорим про съемки не классической архитектуры и вот не классических сюжетов, а вот таких, ну, как бы, ну, модернистских. Ну, и классические тоже у вас в черно-белом, да? Тоже, тоже, да. То есть и Греция была... Италия, Рим. То есть я снимал совсем античность, настоящую. То есть я снимал античность в Пестуме. Это один... Это археологический комплекс из трех храмов, который является, собственно, ну, вот одним из сохранившихся в очень хорошем состоянии образцов такого строгого дорического стиля. Это храм Гера, храм Посейдона, храм Афины. Вот это в Италии, на юге, в местечке называется Пестум. Вот. И там я снимал ЧБ такое строгое, потому... Ну, я снимал-то уже... Ну, я когда ешь, просто по-другому не снимал, то есть только ЧБ. Съемка Версаля тоже была ЧБ? Только, да. Тоже ЧБ, да? Да. А вот чуть-чуть поподробнее немножко про Версаля, и мы перейдем уже к следующему. Да, конечно. Вы говорили, что в одном из интервью, что для вас... Ну, был заказ, да, и для вас специально там выключали фонтаны, переводили, то есть... Не выключали. Да, не, не, все так и было. То есть, как бы, это был не заказ, это было договоренности с ними. Я очень долго с ними списывался, чтобы они меня пустили поснимать, потому что мне было очень интересно сделать съемку Версаля вот такой, знаете, как сон такой, то есть, когда нет никого, вот туман, вот раннее утро, или там вот нет... Я себе специально хотел, чтобы не было солнца вообще, чтобы это все было вот такое, знаете, как вот тающее, то есть, как вот... Ну, вот как вот сновидение вот у Борисова-Мусатова есть, вот я хотел вот что-то вот в этом стиле сделать, притом все это идет тоже же про прошлое, такой пассоизм идет вот на классическую вот эту историю, ну вот, и в итоге я договорился, что я буду снимать там два дня, и они мне выдали, ну, как бы, разрешение на съемки, я приходил снимать очень рано, то есть рано, это мы говорим там в 6 утра, например, там в 7 утра, вот, и я снимал весной ранней, то есть, только рассвело, и все, а там начинают запускать, посетители там, ну, я не помню во сколько там, в 10, неважно, ну, вот, и зная, что я снимаю, и уже видя результат там вот это все, они настолько пошли мне навстречу, что они меня спрашивали, типа, ну, пока не было много людей, там, вы сняли там, тогда мы отпустим фонтаны, если вы еще снимаете, тогда мы не будем пускать фонтаны, то есть, вы скажите, когда вы закончите, тогда мы запустим, то есть, там настолько дружелюбное было отношение ко мне, потому что им так понравилось, что я делаю, что вот такая была ситуация с фонтанами, да, это правда. Вот я думаю, что это вот все благодаря математическому подходу в творчестве. Может быть и так. Ну, все-таки заранее проработанная уже структура. Мне кажется, кстати, вот, анализируя, что вот этот ваш подход творческий в работе, да, он и позволил, например, снять ВДНХ последнее. То, что вот, как вы написали, что никто больше, ну, до следующей реконструкции, а может быть вообще, да, некоторые места. То есть, время, как вы писали, ограничено, леса пока стоят, пока есть возможность. Вот можно поподробнее рассказать вообще свое отношение к ВДНХ? Вы не раз об этом говорили. Я очень люблю ВДНХ. И вот о самой вот этой последней, скажем так, вот в работе. В 2015 году я сделал выставку в музее Москвы. Она называлась «Ясность цели». Вот, тогда директором была Алина Сапрыкина, вот, и она меня пригласила сделать выставку вот тогда в музее. И, ну, на выставке я показывал объект сталинской неоклассической архитектуры, и большая часть это были объекты ВДНХ. Ну вот, то есть, это был первый павильон, там главный павильон, там я сделал панорамы и скульптур, которые на ВДНХ. Ну вот, и там много всего было, то есть, там и библиотека Ленина была, и, конечно же, и там военная академия Фрунзе, и высотки, но основной упор я сделал на ВДНХ, потому что тогда я снимал в 2014 году, и только там закончилась какая-то такая косметическая реставрация, и поэтому это все было в идеальном состоянии. Вот, и я с таким удовольствием как бы все это снимал, что это все выглядело прям, ну вот, совсем как новое. Потом я курировал на ВДНХ выставку молодых фотохудожников, которая была организована Британской высшей школы дизайна, я тогда преподавал в Британской высшей школе на факультете фотографии, и меня попросили курировать выставку. Вот, и после этого ко мне обратилась дирекция ВДНХ с предложением сделать альбом. Но это уже было не в 15-м, я не помню, как год, это был, наверное, год то ли 17-й, то ли 16-й, в общем, это было через год или полтора после этой выставки, что давайте вы снимете альбом ВДНХ-реконструкция. Я говорю, давайте, и все. И надо было снять довольно за быстрый промежуток времени именно реконструкцию вот всей центральной оси ВДНХ. То есть я не заходил в дальние павильоны. То есть это вот главные арки до космоса. И все, что происходило по краям. Фокус был в том, что мне дали разрешение снимать вообще вот отовсюду, вот откуда я хочу, вот все, что мне можно, как бы, вот нужно. Мне открывали любые вообще, вот там бы, двери, там, проходы. Меня поднимали на леса, на шпиле. Ну, я наутрирую прям на шпиле совсем, но под шпильные вот это все. То есть нам максимальный уровень, как бы, лесов, на скульптуры. И везде мы залезали, там, с альпинистами. И вот это все нам выдали страховки. И мы работали. Я говорю, мы, я всегда с помощником работаю. Вот. И сейчас такое сделать невозможно, просто потому что нету этих точек. Ну, то есть нет лесов, по которым мы забирались, нету этих кранов. Ну, в общем, это технически невозможно сделать. Но я был очень рад, потому что такую съемку сделать, ну, это, ну, такое раз в жизни не бывает. Особенно, когда тебе дают такой полный карт-бланш. Полностью. Вообще, то есть мне дирекция сказала, вот то, что ты считаешь нужным, то и делай. Вот просто, то есть всех предупредили, все знали, как бы, что идет такая съемка. Ни разу не было ни одного, там, ну, как бы, что, кто там. То есть сразу. И всем очень хотелось, чтобы была такая съемка, поэтому все содействовали, и очень все хорошо получилось. А вообще, вот, в ДНХ для вас, вот, с точки зрения самого проекта и архитектуры, вы, если не ошибаюсь, написали, что это фантастика, которая стала реальностью. Ну, в общем, можно и так сказать, потому что... Ну, вот представьте, мы говорим уже про последнюю очередь, послевоенную, как бы, выставку. То есть в стране мы победили, но, как бы, понятно, какой ценой, там, голод, разрушение. Вот эта вся история. Надо страну восстанавливать. Люди, ну, живут, скажем, честно, небогато. Ну, вот. И тут, наконец-то, все то, что показывалось в фильмах, то есть показали, вот, осуществление физической мечты, вот, людей. То есть, понимаете, то, что было, как бы, только в кино, это стало реальностью. Ну, вот. Вот. И людям показали, какой должна быть жизнь. То есть, к чему они стремятся. То есть, им фактически, ну, как бы, ну, на физическом уровне показали, вот, о чем говорят лозунги, о чем говорят кино, куда ведет партия. То есть, ради чего побеждали. Ну, то есть, вот, что вот такой будет жизнь. Вот. И люди в это очень поверили. И, как бы, собственно, вот это было, ну, как сказать, образец вот этой веры. Я так это воспринимаю. То есть, для меня ВДНХ, это то, что для народа-победителя, как бы, был показ, то, ради чего они побеждали. И вот как будет. То есть, еще немного поднажать, как бы, преодолеть разруху, бедность, и будет вот такое. Вот. Я это расцениваю так. Там, может быть, я ошибаюсь, но... Вот. Но это, как бы, моя оценка. И это, в принципе, в целом, да, получается, отражение вот той эпохи. Это и знаменитые сталинские высотки, и сталинский ампир, да. То есть, триумф такой победы. Да. Выражены в архитектуре. Совершенно верно. Потому что сталинская неон-классика, она... Ну, даже не сталинская, а советская неон-классика, она делилась на несколько этапов. Потому что, когда это был конец 20-х годов, и закончили все эти эксперименты с такой авангардистской архитектурой, то есть, то, что делали во Вкутамасе, там, например, в студии экспериментальной архитектуры, это Голосов, там, и Мельников. То, что делало объединение советских архитекторов, было такое ОСА, называлось ОСА. Ну, вот. Это были такие, ну, очень экспериментальные истории, конструктивистские, там, вот это все. Это было прекращено. Ну, вот. И изначально сталинская архитектура, ну, как бы она шла по такой сдержанной линии, как итальянский рационализм. Вот, Новиченто, вся вот эта история. Потом это, ну, как бы такой советский вариант ар-деко. Ну, вот. Очень такой минималистический, такой геометричный. Потом был план реконструкции Москвы 35-го года. Ну, вот. И все было хорошо. То есть, по этому плану было построено первое несколько зданий на Тверской. Потом здание бывшего самого первого американского посольства в Москве. Это где гостиница Метрополь. И вот следующее здание в сторону Большой Никитской. То есть, от Тверской вы вворачиваете, не по движению, а вот, вы понимаете, да, вот Метрополь и вот следующее. Вот. Потом называлось Совет труда и обороны. Это, собственно, Госдума сейчас. Ну, вот. И все должно было развиваться таким образом. Там интереснейшая история с этим генпланом по развитию Москвы, по реконструкции. Но случилась война, 41-й год, и все закончилось. Вот. И только потом уже, после войны, начали строить уже серьезную всю вот эту историю, потому что было очень много и рабочих рук, собственно, бесплатных. Вот, чтобы это все устраивать. Как считаете? Ну, можно, понятное дело, гадать, если бы это, если бы не было войны, вот, план бы реализации. Вот. Те, скажем, проекты, вот, с точки зрения архитектуры вам, а не как, которые, как именуются в интернетах, можно посмотреть, там, 10, там, 14 нереализованных проектов. Да, там и Дворец Советов, и здание Аэрофлота, по-моему. Минтяжпром, там, там все, да. Вот, вы спрашиваете, как я к этому отношусь. Я, вот, с точки зрения того, нужны ли были вот такие объекты, вот, если бы они воплотились? Конечно, конечно. Я считаю, что, вот, мне очень жалко, что их нет, что Москва не такая. Если бы вся Москва была бы вот такой, ну, это... Вы знаете, мы делали выставку, Руарц, называлась «Мечта», вот, как раз вот на эту тему. Вот, мы делали вместе с художником Алексеем Гентовтом, это мой очень близкий друг, много-много лет. Вот, и выставка была следующая, что Алексей собрал самые известные архитектурные вот эти проекты, которые не осуществились. Я нарисовал их, как бы, на холстах, вот, в своей манере, золотое с черным, там, вот это все. А я залез на высотные здания, и, в общем, у меня были допуски, но там высотные работы, и снял с тех, которые реализованы, но абсолютно неизвестные точки, ну, как бы, потому что туда попасть нельзя. Ну, вот, и мы сделали выставку, то есть реализованное, но неизвестное, и нереализованное, но, как бы, отрисованное, как будто это есть. И вот в нашем интервью, и вот в тексте к этой выставке говорили, что вот это был, ну, в принципе, если бы такая Москва была бы, это был бы вообще другой город, вот, совсем. Но это очень пошлая фраза есть, что, ну, история, не знаю, сослагательного, да, наклонения, поэтому, ну, мы можем рассуждать там, что, ну, этого нет. Ну, в моем мнении, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы был вот такой прям вот бесконечный вот парад, ну, вот, и такие дворцы. Вот мне очень нравится у него классика, вот, как стиль. А вот если переходить постепенно, да, то есть менялось, у нас был вот этот неоклассический, и потом вот возникает течение, да, модернизм, это как раз он послевоенный, он возник раньше, да, но вот в основном, как бы, реализация это была вот после войны, чтобы отказаться от того прошлого, да, вот, как бы, связанного, условно, как где-то я читал, что искусство, которое привело вот к таким последствиям. Вы говорите про Европу или про Советский Союз? Я говорю про Европу сначала. А, потому что в Европе, да, потому что вся вот эта тема с неоклассикой и вот неоклассической эстетикой, она ассоциировалась сознанию людей как бы с гитлеровской Германией, с итальянским фашизмом, вот, то есть, собственно, то, что привело вот к этому ужасу войны, который был развязан, как бы, и, ну, понятно, к чему, в общем, ну, к кошмару к этому. И поэтому, когда начали восстанавливать города европейские, то для очень многих людей было, ну, неприемлемо, ну, как бы, вот, встраивать опять вот эту всю неоклассическую историю, такую имперскую и так далее, потому что для них это ассоциировалось просто, ну, вот с тем, что было вот совсем недавно. И вот эта эстетика вот неоклассики, такой имперской, как в Германии делалась, как бы, и в Италии, она была этически неприемлема для людей. Вот, хотя пытались очень много делать проектов по реконструкции, пытаясь сохранить, ну, вид старых городов, там, как в Гданьске, например, там, еще где-то, ну, такого много было, то есть пытались реставрировать это все. Некоторые захотели сделать принципиально новую архитектуру, то есть начать новую жизнь вообще с нуля. И было, ну, вот, Берлин, Гавр, Роттердам, там еще как-то, там очень много городов, которые начали восстанавливать именно как вот новая жизнь, новая этика, новая эстетика, собственно, модернизм. И никакого историзма, чтобы не уходить в прошлое, то есть мы живем в будущее. А как он, на каком этапе он перешел и вошел в советскую жизнь? То есть он связан как-то с тем, что было вот принято всем известное постановление о борьбе с излишествами, да, в архитектуре? Да, конечно, напрямую связан, потому что поздняя советская архитектура, вот советская неоклассическая архитектура, она уже вошла действительно в состояние такого, ну, скажем, излишества. То есть, ну, как бы, это правда. Мы снимали с моим коллегой Андреем Карагодиным, мы делали альбом, назывался «Новая Эллада» архитектурная, два века архитектурной утопии на берегу, на южном берегу Крыма. Мы его снимали года два назад, по-моему, в общем. Знаменитый «Пансионат Дружбы», да? Да, 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 я как раз про это хотел сказать, потому что когда мы снимали «Пансионат Дружбы», ну, это уже, в принципе, конечно, надо было немного прекращать, потому что там уже, знаете, то, что называется торт, такой поступок пошел уже бесконечный. Вот, ну, тут тоже, как сказать, они, ну, нельзя насильственно прерывать архитектурные стили, они должны сами собой, ну, как-то там развиваться. Вот как, ну, насильственно было прекращено все это движение экспериментальной авангардной архитектуры в конце 20-х годов, да? Ну, нельзя так делать, ну, так же нельзя делать и вот с этой неоклассикой. Ну, как можно было взять и академиков там лишить там званий, наград просто по политической воле? Это не, это неправильно. Ну, вот, ладно, что было, то было, уже тут, как говорится, ничего не сделаешь. Ну, вот, и так получилось, что вот одновременно, вот в 50-е годы началась вот эта новая архитектура, тем более, что база-то была архитектурой, потому что база модернизма такая теоретическая, это в Хутемас и Баухаус, то есть это Советский Союз и немцы. Ну, вот, советские архитекторы в 20-е годы, они, ну, можно сказать, были, наверное, идеологами вот этого всего нового и вот совсем современного, потому что то, что придумывали они, это какие-то совершенно невероятные проекты утопические, наверное, вы читали про города, которые там на дирижаблях, города, которые на пружинах, там уже такое придумывали, что мало не покажется, ну, вот, и летающие города какие-то, там, то, что придумывались, там, горизонтальные небоскребы огромные, то, что Эллисицкий разрабатывал, то есть там наши ушли настолько впереди, как бы, планеты все по мысли своей, что это технически невозможно было осуществить, то есть их мысль настолько опередила свое время, да, что, ну, это все стало возможным делать только вот после войны, когда, там, в 50-е годы, когда появились, вот, собственно, вот эти железобетонные, изделия там и так далее, у них этого не было. Но вот самое, что интересное, да, все-таки, вот чем еще привлекательны архитекторы, что некоторые смотрят туда вот, за горизонт возможно, и потом техника стремится тоже повторить, как бы, успеть за этим. И тут, я думаю, что все-таки исторический промежуток, вы сказали о городах, когда Гагарин полетел в космос, и вот это вот 60-е годы, наверное, расцвет фантастики научной, да, вот, и это все, как бы, вот воплощение того, что это реально, это можно сделать реально. Ну, это можно сделать, а потом вся вот эта история, вот вообще с модернизмом, послевоенным, она же очень оптимистическая по своей сути, потому что это архитектура, которая показывала жизнь нового общества, это то, что показывало, что люди, ну, как бы, могут преодолеть там что-то и сделать международное, общее, почему оно называется интернациональный стиль, потому что ты берешь разные города в разных странах, а получается, в принципе, одно и то же, ну, как бы, это бесконечные, красивые города из стали, стекла, где очень много воздуха, много солнца, то есть это, ну, объединяющая, понимаете, архитектура была, она была очень позитивная по своему смыслу, это была, она очень гуманистическая, она для людей была, я говорю про парадную часть программы, про общественные здания, про первые все эти вещи, потому что потом это, к сожалению, все выродилось уже в такой, скажем, функционализм совсем неинтересный, то есть красивая фраза дом, машина для жилья, которая приписывается Ле Кербезье, она в итоге стала, то, что мы называем панельки, и все, это стало, ну, нестерпимо, потому что, ну, модернистские комплексы в Шотландии, их взрывали, как бы, в какой-то момент, по-моему, вообще уже в конце 70-х годов, потому что просто там люди отказывались жить, то есть то, что изначально было, как бы, ну, такой, ну, как бы классные жилые комплексы, это стало прям, ну, там жили какие-то, я не знаю, как сказать, ну, люди не очень, как бы, хорошие, то есть там происходили разные вещи, и эти здания просто ликвидировали. Это вот мне напомнило, где-то, если не ошибаюсь, читал, что вот, говорили, почему такие в хрущевках маленькие кухни, а говорили, что это, вы не понимаете, это просто, ну, реально все функционально, чтобы условно хозяйка делала меньше движений, телодвижения от холодильника до кухни, там, это была такая история, да, ну, тоже, я читал про это, я уже не знаю, там, я читал на каком-то сайте таком странном, так что, правда или нет, вот, так не будет, вот, но эти в хрущевке, конечно, это отдельная история, когда люди засовывают в эти маленькие, как бы, помещения с этими потолками, ну, которые там на голову тебе давят, ну, это тяжело, с одной стороны, а с другой стороны, они расселяли коммунальные квартиры, и у каждого и делали, как бы, частное жилье. Вот на это и апеллируют сторонники. Конечно, вот. Представляешь, у тебя появился условно твой личный туалет, это твое, твоя личная ванная, тебе не надо с кем делить ее, кухня отдельная, ты сам себе хозяин. Все так, вот, вообще же, одна из основных программ после войны, это было вот дешевое жилье, поэтому появлялись вот эти, собственно, все геометрически простые стили, которые формируют это новое жилье, новые материалы, ну, вот, так что все связано. Немножко, чтобы не было спойлера, да, вот все-таки о вашей выставке, цель, да, вот, почему обязательно должны посетить, я думаю, ну, вот, ваш концепт все-таки, это вы уже сказали, что это показать, что стиль интернациональный, да, что, условно, здание в разных странах, этого стиля, они имеют очень много общего, и для этого, если не ошибаюсь, да, представлен выставка именно таким способом, что она перемешана. Совершенно верно. То есть на выставке мы показываем, у нас там 85 работ представлено, вот, они все идут в перемешку, и это именно идет, как развитие темы интернациональности модернизма. Тут, как сказать, вот эта выставка, она моя такая субъективная история, потому что все-таки это, я не историк архитектуры, хотя они мне помогали при выборе объектов, потому что я сам не смог бы такую большую теоретическую работу проделать, подготовительную, вот, но все-таки это мое такое ощущение от этого стиля, и поэтому там, например, так много модернистских церквей, храмов, там, соборов, которые, в принципе, просто мне очень понравились, я попросил побольше их включать. Там много памятников беспредметных, которые тоже мне понравились, я попросил их включать, и там в основном показан парадный модернизм, то есть это башни, какие-то, это театры, понимаете, это очень большие общественные пространства, то есть я не показываю жилые дома, ну, как бы мне это не так интересно, вот, поэтому относиться как к учебнику по модернизму, это было бы не совсем правильно. Потом, скажем так, что я несколько расширил временные рамки, потому что то, что, в принципе, заканчивается в начале 80-х, я себе позволил нехотяскольких объектов взять из конца 80-х, ну, просто они мне очень понравились, они по сути своей подходили, вот, так что она не совсем академическая, скажем так, эта выставка. А концепция, да, мне очень хотелось показать интернациональность стиля, вот этого направления в архитектуре. Ну, насколько я знаю, что туда не вошла фотосъемка Японии, да? Не вошла, да, то, что я снимал в Токио, это вообще отдельная будет история, это мы бы тоже будем делать с фондом Ruards, но просто она более камерная, потому что то, что строилось в Японии, все-таки отличается, несмотря на заявленную интернациональность, это все-таки, ну, такая своя история, они отдельно стоят, ну, по-любому. Так что, и мы не хотели мешать Европу, там, Японию, мы сделали одинаково совершенно, вот, советских архитекторов и европейских, что там вот, и выставка показывает, что нет границ, как бы есть вот единое, вот это мышление архитектурное, единая стилевая составляющая, вот, то есть это все одну, один стиль на все страны идет, я вот к этому все это делал. Это же выставка про, ну, как, ну, я не люблю слово исследование, но оно на самом деле сюда лучше всего подходит, то есть это действительно исследование стиля. И вообще, почему я ее снять-то решил? Потому что я очень много работал вот в этой классической эстетике, то есть там музеи, там я работал там Мерметаж, там Лувр я снимал, там, не знаю, там Пушкинский, ну, там Венский музей, Истудия искусств, там Бодэ музей в Берлине. Вот, и в какой-то момент просто мне надоело, вот, я хотел просто что-то другое, потому что когда ты снимаешь одно и то же... Можно заскучать, как вы написали. Не то, что заскучать, как бы, ну, просто можно не захотеть снимать, вот, а мне хочется снимать, я очень люблю снимать, это самое для меня вообще интересное, ну, вот, я все время придумываю какие-то разные истории, ну, ну, и вот сейчас это была вот тема с модернизмом, ну, как сейчас, это я снимал там в восемнадцатом, девятнадцатом, в начале двадцатого, ну, там просто же случилась пандемия, и поэтому все и застопорилось, и со съемками, я не доснял то, что хотел, потому что показано девять городов, а должно было быть девяносто, ну, вот, и дальше выставка должна была быть, была быть на год раньше, ну, как бы, обстоятельства вмешались, ну, да, и как называется, непреодолимые силы, да, форс-мажор, прописан в контракте, да, Как я понимаю, среди вот всей съемки, если касаться модернизма, больше всего, как страна, запомнилась Япония, отдельной своей вот такой культурой. Это, да, Япония, конечно, вообще отдельная, я, собственно, с нее начал съемки, ну, вот, модернизма, в каждом городе, то, что, ну, я снимал где-то, ну, неделю, ну, не, пять, ну, пять-семь, то в Токио я пробыл где-то неделю, ну, почти четыре, ну, то есть я как-то так, погрузился в это все дело, мне очень понравилось, это, конечно, было, ну, вообще потрясение, я когда там оказался, вот, первый день я, как в кино ходил, знаете, то есть вообще, что это такое, то есть это вот, очень необычная история, потому что ты смотришь на архитектуру восьмидесятых годов, да, вот конца семидесятых, восьмидесятых, там, начало девяностых, это вот экономический строительный бум в Токио, вот, а потом они перестали строить, но, то, что они делали, ты смотришь на то, как себе представляли будущее, вот тогда, но мы-то находимся сейчас в двадцатом, как бы, то есть мы спустя тридцать лет смотрим на будущее, которое представлялось в прошлом, понимаете, то есть такая временная, ну, как бы, как сказать, ну, история такая, вот, вот, и это, ну, очень-очень интересно, потому что, ну, город, ну, фантастический именно, вот, по стилю, и вот, потому что это все, ну, как бы, оно не настолько современное, как вот сейчас вот там, там, не знаю, там, Сингапур, там, или, там, Шанхай, как бы, это, это не так современно, но это общее ощущение такого космического корабля какого-то бесконечного. А это был первый у вас визит в Токио? А, первый и сразу... Это первый, меня поэтому так вот, как бы, ну, что называется, ну, вот зацепило очень сильно. И что интересно, отмечали, что вот, как-то такой контраст, что вот здесь нескончаемый поток людей, а буквально поворачиваешь, да, и там какое-то вот уединение, тишина. да, так и было. У меня товарищ жил в Токио, ну, и живет, и он меня проводил, потому что я сам там не очень, там же, ну, по-английски не говорят, вот, и вообще, так иностранцам, ну, относитесь, ну, как бы, в принципе, нормально, но так очень, знаете, сделано. Дистанцировано. так, да. Вот, потерять, если ты оказываешься там в метро, ну, это адский ад. Там же говорят одно из самых крупнейших, вроде, метро. Метро-то огромное, ну, просто там, знаете, как бы, ну, вот, и вот, если есть ад для туриста, то это японское метро, потому что все совершенно одинаковое, и все надписи на иероглифами. То есть дублирование на английском метро? Как бы, и вот, и все, и как бы, и вот, ну, как я как-то научился понимать по цвету. То есть я на только пятый свой спуск в метро, я что-то как-то начал понимать. А потом у меня случилось, как бы, ну, просветление пришло. Я просто понял, как пользоваться метро. Ну, потому что там цвет и номера. Я вот так ориентировался по цвету и по номерам. И научился как-то вот понимать, как там пересадки. Это очень сложное метро. Оно гораздо сложнее, чем наше, как бы, и я два раза спасал европейских туристов. Я помню, как были парни с девушкой, и девушка реально плакала в этом метро, потому что никто ничего сказать не может. Как выйти отсюда? Он ничего не понимает, как выйти. Ну, у человека случилась истерика, как бы. И они ко мне подошли, и я их, знаете, как вот добрый такой, ну, как бы вот сопровождающий взял подок и утешил и вывел на улицу. Да. Если говорить вот о дальнейших планах, да, и над чем вы сейчас работаете? Я сейчас снимаю очень интересную для меня серию. Я никогда не обращался к храму в архитектуре, это правильно называется, храму в архитектуре русской. И сейчас мы делаем совместный проект с Эдуардом Бояковым. Как бы это такой известнейший театральный продюсер, режиссер и вообще, ну, как бы такой, как сказать, артистический деятель, очень такой, ну, прям, классный. Мне очень нравится то, что он делает там. И мы делаем книгу. Она пока не имеет названия. Мы снимаем монастыри. То есть будет 10 монастырей. Вот как будет. Часть из них очень известная. Типа там Троиза Сергеева, Лавра, там, я не знаю, там, Кирилл и Белозерский монастырь, ну, там, Соловки. А часть будет совсем неизвестная. Например, вот мы снимали вот только, ну, ну, как только что, недели три назад, там, может, чуть больше, мы вернулись из Бурятии, где снимали монастырь посольский, называется, который находится прямо на берегу Байкала. Туда лететь часов в семь до Улан-Удэ, еще часок или на машине ехать. То есть это совсем такое место, там, село и монастырь на 10 человек. И больше ничего. То есть степь, Байкал и небо, вот это огромное, сиди, спасайся. Ну, в общем, вот такая книга делается. Вот. И она будет, на мой взгляд, очень интересной, потому что там будет небольшой текст Баякова, собственно, и тоже он такой будет литературный. Это не историческая, как бы, история. То есть это, она очень художественно, архитектурная. Вот. И будут съемки. Съемки будут, ну, достаточно необычные, потому что мы, в общем, я могу сказать то, что я вот все, что я умею, я по съемке современной архитектуры, я снимаю с очень современными подходами, то есть это программы, там, одни и другие, там, у меня же, я же не один это все делаю, там, мы вместе сидим там со специалистами по постпродакшенам, этим обработкам, все, то есть все навыки, которые у меня пришли за эти годы по съемкам, там, современной архитектуры, модернистской, там, вот этих сложнейших европейских съемок, я это все сейчас применяю, вот, в этой истории, и это будет, ну, необычный, необычный альбом. То есть, правильно понимать, что до этого вообще такого опыта, это тоже ваш, скажем так, новое... То есть сейчас мы вот ездим и снимаем, я такого не снимал никогда, то есть я никогда не снимал русские церкви, вот, и мне очень интересно, то есть я сейчас для себя открываю вообще вот новый совершенный мир, тем более же это монастыри, там монахи, то есть я общаюсь с насельниками, и, ну, я никогда не общался с такими людьми, вот, мне очень-очень это все интересно, то есть я очень рад, что я сейчас вижу вообще другую жизнь, как бы людей, которые по-другому мыслят, вот, чем я, чем, ну, как бы те, с кем я общаюсь здесь, ну, в Москве, ну, как сказать, ну, вообще другая жизнь просто совсем, поэтому мне это очень интересно. Это будет в виде книги, которую можно, возможно, будет приобрести? Я думаю, что да, да. То есть это такой проект? Да, это будет, ну, я думаю, что это будет выставка, но в первую очередь книга, то есть вот мы с Эдуардом хотим в первую очередь книгу сделать, то есть издание, это выставка, но я надеюсь, что будет, а не будет, неважно, потому что тут как раз книга даже интереснее, потому что это и будет работать дизайнер Дмитрия Марвинцева, который АБЦ дизайн, который, ну, дизайнер, суперпростого уровня, то есть нормально, всё хорошо будет. Михаил, спасибо большое за подкаст. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментарии и обязательно посетите выставку сталь, стекло, бетон Михаила Розенова в музее имени Щусева, совершенно верно, которые находятся рядом с библиотекой имени Ленина, далеко идти не надо. Сходите, посмотрите и оставьте комментарии, понравилось, не понравилось. Спасибо. Спасибо, что позвали. Спасибо. Спасибо.